всем привет народ всех снова приветствует на канале о любви вы сегодня немножечко решил дать вам вот такого вот ракурса давненько у нас его не было и что-то все мою широкое мое оружие во весь экран уже наверное порядком всем поднадоело решил немножечко отвернуться к видосам салфи-палки вот с такого вот ракурса речь сегодня у нас не об этом речь на сегодня собственно совершенно другому об очень-очень печальном случае вчера собственно вот на этом кухонном своем телевизоре бродил по приложению первого канала и просматривал у меня там есть список передач которые прошли в эфире в недавнее время и выяснилось что по моему то ли позавчера то ли еще там один день тому назад в общем как то вот на днях вышел выпуск программы пусть говорят вот с одним очень ужаснейшим происшествием но дело в том что как выяснилось как мне сказали знакомые что это произошло как бы оказывается уже давно когда точно произошло мне так не сказали никто не помнит точную дату вот но видимо это был все-таки повтор программы пусть говорят и произошло это не вчера и не позавчера вот но так как я этого не знала не слышал к сожалению вовремя для меня это новость поэтому я программу посмотрел и решил я по этому поводу записать видос так вот а значит сразу скажу что ссылку на этот выпуск программы пусть говорят я оставлю в описании того заинтересует проходите посмотрите но сразу предупреждаю что смотрите данный выпуск стоит только людям с железными нервами не иначе люди в особо чувствительным просьба не смотреть потому что там просто полный пиздец я вам так скажу просто полный пиздец по другому этого я назвать не могу и так что же все таки там произошло спросите вы молодая особо из города киров которая идет активные жизни в социальных сетях таких как инстаграм контакт и тому подобные которую все знают только с положительной стороны она своей собственной квартире перекрыла воду выклинула все продукты из холодильника намеренно намеренно и оставила свою трехлетнюю дочь закрытую в этой квартире на неделю через неделю этой девочки трехлетней исполняется как раз три года ее бабушка мама мама мамы этой девочки получается пришла поздравить внучку с днем рождения и обнаружила обнаружила что-то собственно мертва у меня нет слов это это такая тварь которую вот даже вот посадить просто посадить на программе говорили о том что ее ждет пожизненный срок ребята вот такое дерьмо такое дерьмо как она даже тупо место за за решеткой она не заслуживает тупо место блять той похлёбки которые там дают она тоже не заслуживает ее ребенок трехлетний в поисках еды перевернул всю квартиру трехлетний всю квартиру перевернул нашел стиральный порошок и пытался его есть вот до какой степени ребенок хотел жрать а эту тварь мы сейчас посадим за решетку пожизненно и будем кормить ее хотя бы баландой убивать таких надо таких надо убивать и убивать также блять как а убила на своего трехлетнего ребенка также блять закрыть ее суку в квартире блять без воды и без небе пусть она сука медленно вздыхает а каком блять вообще пожизненном сроке блять идет речь блять вот в таких случаях пардон за мат но блять но это все это уже ну край ну это ну это не выставить уже просто как можно это это как можно собственного ребенка трехлетнего закрыть намеренно без еды и без воды на неделю в это время пойти в клубы тусоваться пить ебаться и так далее как как это возможно объясните мне вы мне кто-нибудь объясните вообще что 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 такое вот у таких людей это как как этого что это ну это не укладывается в голове ты не не поддается объяснению но никакого нужно но не с какому совершенно можно понять проституток которые отказываются от детей сразу после родов можно блять даже понять тех которые их просто берут а убивают душу подушки блять и так далее и тому подобное это хотя бы как убийство это это хоть какого-то блять объяснению поддается это конечно никого не оправдывает я сейчас не об этом но это хоть это хоть я даже не знаю у меня просто нет слов это даже вот это я не знаю как назвать назвать конкретно убийством это нет по сути это убийство она ее убила она знала прекрасно что она без воды и без еды она что не беременок умрет она это прекрасно сука здоровая она это все прекрасно знала но как до такой степени цинично можно это все это все она же это все организовала даже все это прекрасно знала что так будет ну как ну как это ну 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 что там вместо сердца что там вместо сердца когда она в течение недели и за дня в день знала что там погибает ее ребенок из часа в час из минуты минуты и за дня в день она знала нато сознавала на нато продолжала идти 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 как как что там что у этого человека вместо сердца вообще там что там там даже по моему не камень что-то я в шоке ребят я просто в шоке от того что происходит и в мире после этого после продовольных передач после подобных случаев как бы я на данный момент нахожусь в поиске своей второй половины как как ее искать то как ей доверять то как можно доверять вообще людям сейчас в наше время как как быть уверенным в том что она нашего ребенка вот так же вот не 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 убьет как как доверять то людям то что вообще происходит с людьми извиняюсь за каламбур но это просто разрыв мозга смог у меня никаких нет я просто я просто вот я не знаю я вот как бы вчера вечером это посмотрел до сих пор в голове не укладывается до сих пор голове не укладывается это 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 что-то это что-то и как после этого доверять теперь людям как можно строить какие-то планы на совместную дальнейшую жизнь я честно говоря не знаю кому интересно более подробно что там произошло я ссылку оставляю в описании под этим видео на выпуск программы пусть говорят на первом канале а у меня на этом слову больше нет если вы видите меня впервые подписывайтесь на канал впереди нас как всегда ждет много нового и интересного надеюсь что это интересное не будет таким страшным как сегодня всем пока до встречи в следующих видосах